Аплодисменты 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 к празднованию события важнейшего, даже эпохального в истории нашей страны, к тысячелетию крещения Руси. Стихира написана была в 1987 году. Стихира – это одно из церковных песнопений, так называется. Щитрин из всех выбрал ту, авторство которой приписывают царю Ивану Грозного. Известно, что у Ивана Грозного была своя певческая капелла, что он сам пел во время богослужения, и вот будто бы он сочинил стихиру к празднованию дня иконы Владимирской Божией Матери. Это так называемый знаменный распев, старинные песнопения, которые в 15-16 веках записывались не привычными для нас с вами нотами, а специальными знаками, которые назывались знаменами. Вот отсюда и название. Часто знаменный распев – это одноголосное пение, мужские голоса, унисон, мелодия, идущая практически без пауз, очень строгая, сосредоточенная, иногда даже несколько суровое звучание. А Стихира, Щедрина – это, конечно же, тоже свободный пересказ вот этой музыки старинной, этого создания атмосферы старины, той музыки, которая столь непохожа, даже противоположна миру, музыке современной. Уважаемые слушатели, мы еще раз обращаемся к вам с просьбой. Пожалуйста, включите ваши мобильные телефоны. Радион Щедрин – Стихира на тысячелетие Крещения Руси. Исполняет Омский академический симфонический оркестр, дирижер Дмитрий Васильев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 О нашей Лосской Звоните немного. Она появилась полтора года назад. Появилась она по инициативе Сергея Берекова. Он обратился, когда же средства для этого были собраны соответствующие, обратился к литейщику, которого зовут Федор Дубровишин. Это мастер, который живет в городе Тутаеве в Верноставской области. И это один из лучших литейщиков колоколов в нашей стране на сегодняшний день. Он обладает своими собственными секретами. Колокола Федора Дубровишина равноценны по своему звучанию старинным. И в то же время звучат по современному звонкам. У него есть еще один секрет. У него колокола, относительно небольшие по размеру, звучат так же, как колокола гораздо более тяжелые. Ведь чем больше тяжелее колокол, тем, конечно же, ниже его голос. Вот наш большой колокол на этой звоннице весит 70 килограммов. А звучит он, как колокол, весом полтонны. И на этом колоколе есть надпись. Дело в том, что один из наших земляков, Андрей Новоселов, пожертвовал личные средства для отливки колоколов. И надпись гласит следующее. Бологотворение «Раба Божьего Андрея. Лид лета 2016-го. Воград Омск. К Савору. Воздвижение Креста Господня». На звоннице 9 колоколов, разных по размеру и, конечно же, соответственно, разных по звучанию. Сергей Беликов. Этюд «Первоапрельский дождь в Омске». Этюд «Первоапрельского дизайн» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...